Доброе утро, друзья! Мы начинаем наш эфир. Я напомню, находимся в селе Оленевка, где проходит фестиваль спортивных состязаний «Экстрим Крым». А для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. И мы вещаем сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». Саля, скажи, пожалуйста, как тебе погода? Ты оценила сегодняшнюю атмосферу вокруг? Да, стоит признаться, что сегодня с утра был сильный дождь, была гроза с громом, и, конечно же, наш эфир был под вопросом, но, несмотря ни на что, мы все равно работаем, и ничто не может оморочить наше настроение. И работаем, друзья, для вас. И можно сказать, что сегодня совершили даже подвиг панфиловцев. Ни шагу назад нас ничто не испугает. Наша творческая команда готова для вас, друзья, работать. И в дождь, и в грозу, и даже молнии нам не страшны. Но ты знаешь, Саша, мне кажется, это абсолютно логично. Все-таки мы находимся на «Экстрим Крыме». Здесь все должно быть экстремально, начиная от спортивных видов, заканчивая погодой. Поэтому, если бы не было такого дождя, мне кажется, даже было бы неинтересно. Абсолютно согласен. Но все-таки я предлагаю предупредить крымчан о том же, что же их ждет сегодня, и для этого показать им прогноз погоды прямо сейчас. Спасибо. 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 Ну, стоит отметить, что экстремальной была и наша поездка сюда, потому что машину постоянно заносило. Казалось, что мы вот-вот перевернемся. Но, как говорится, судьба сегодня на нашей стороне. Мы удачно доехали. Да, поле размыло, по которому мы ехали, поэтому, в общем-то, мы экстремально провели эту поездку. А, к сожалению, объездных дорог-то и не было, потому что, повторюсь, Оленевка маленький, Оленевка маленький, поселок, и объездную дорогу пока не построили. А вот Симферополь как раз-таки начинает потихоньку окружаться развязками. И как объехать, собственно, центр столицы, загруженный транспортом, узнала Татьяна Балыкина в своем сюжете. Прямо сейчас и расскажет вам. Сотни легковых автомобилей, автобусы и транзитный транспорт. Вот так выглядят дороги в Симферополе в час пик. Водители и пассажиры по несколько часов стоят в пробке. А еще загазованность и продавленный асфальт. Многочисленные автотуристы добавили хлопот местным жителям. Ялта, Алушта, Севастополь, Западный Крым. Путь в эти курортные города лежит через крымскую столицу. Сколько максимум стояли? Ну, вчера полтора часа стоял в Севастополе, ехал. Это ужасно. Долго приходится стоять? Долго очень приходится. Часами стоять? Кошмар. Шок и ужасно. Очень увлекательное занятие. Наши пробки. Есть выход какой-то? У Дмитрия Иванова времени стоять в пробках нет. Даже сейчас из Николаевки спешит в аэропорт. Он выход для себя нашел. Альтернативный объезд. Объезжаю по прослужившим дорогам, по селам, по улицам. Чтобы объехать. Вы пытаетесь закрутить время? Ну, конечно. Ну, где-то минут 20 точно. Юрий Леонидович, в Ялту и как можно быстрее. Сейчас же пробки. Включайте навигатор. На время курортного сезона создали альтернативные пути проезда. И мы можем добраться без пробок. Хорошо. Возле Трудового налево через село Строгановка можно съехать на Ялтинскую объездную. Тем, кто собирается в Черноморский район, повернуть придется направо. И уже оттуда ехать по проселочной дороге. Попасть в Евпаторию можно и от Белогорска. В ближайшие несколько месяцев эти пути помогут разгрузить Симферополь. В районе поселка Трудовое есть эти повороты. Есть отремонтированная дорога. Она не идеальная, но она более чем проходимая. То есть все-таки это асфальтовое покрытие. Соответствующие указатели. Часть уже установлена, часть доустанавливается. И самое главное, сервис Яндекс, сервис навигационный видит это как варианты альтернативного проезда. А для тех, кто не пользуется навигатором, в Министерстве курортов и туризма Крыма подготовили карты и схемы объезда. Совсем скоро их можно будет найти на любой заправке. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Саша, ну вот я знаю, что у тебя есть племянники, наверняка есть какие-нибудь младшие двоюродные братья. Как ты их развлекаешь? У меня более того шесть детей своих собственных. А как их развлекаю? Шутками, прибаутками, сказками, припевочками всякими. Наверное, с тобой очень весело, особенно детям вымышленным. Почему вымышленные? Все дети настоящие, тут не поспоришь. Действительно, заниматься с детьми очень сложно, потому что их нужно психологию знать, а как ее понять, это целое искусство, как ты считаешь. Это точно. И сейчас у нас уже есть гость детский аниматор, мы у него узнаем, как же он находит язык с подростками. Да, я думаю, это довольно сложно. Кстати говоря, вот буквально на Медне в Ялте произошел страшный случай. Мама потеряла в центре города своего сына шестилетнего. Но благо, сотрудники Росгвардии работают очень оперативно. И буквально через несколько десятков минут ребенок был найден. Он каким-то образом успел отойти от родной матери на три километра. Его нашли в районе улицы Московской. Но благо, с ним ничего не случилось, его никто не обижал за это время. Его благополучно доставили к матери. Но я думаю, что с такими аниматорами... Фестиваль «Экстрим Крым» — это, конечно же, семейный праздник. Сюда приезжают с детьми, и возраст их совершенно разный. И поэтому работает площадка, где детские аниматоры украшают день даже самых маленьких гостей этого фестиваля. У нас в гостях Данил Ижирков, детский аниматор. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте. Ну, расскажите, какой возраст детей, которые к вам приходят именно здесь? Дети у нас разновозрастные. Бывают и годовасики приходят. Даже такие? Да, такие. Бывают и взрослые дети повзрослее, как я их называю, пенсионеры. Им где-то, ну, может, лет от 13 до 15. Все многогранные, все интересные. Каждому нравится находиться в нашей зоне. Каждый чем-то занят, чем-то заинтересован. Малыши играют с игрушками в песочнице, либо катаются с горки. Ну, а со взрослыми ребятами мы стараемся сыграть в настольные игры, чтобы немножечко повеселиться. И получается, вообще, дети как сегодня относятся к играм? Потому что, знаете, существует уже мнение, что сегодня подростков развлечь очень сложно. Их интересуют только вот какие-то планшеты, только гаджеты и больше ничего. Вы подтверждаете это мнение? Да, есть такие дети. Но, слава богу, есть и те дети, которые до сих пор, не стыдясь своего возраста, могут поиграть в те же прятки, могут поиграть в догонялки. Им нравится именно ощущение того, что они как бы взрослые, но порой хочется окунуться в детство. И получается, я так понимаю. Очень получается, да. Ну, а вы сами, наверное, из детства до сих пор не вышли. Ну, честно. Потому что, ну, профессия обязывает. Профессия обязывает, да, находить подход каждому ребенку. Поэтому, не знаю, я нахожу подход этот и стараюсь с малышами ловить их волну и переходить на их волну. То есть, сюсюкаться, всячески как-то их подстрекать, играть в догонялки, щекотать. Им нравится, когда с ними тактильно что-то чудят. А со взрослыми ты уже начинаешь ловить более взрослую волну. Называй их пенсионерами, они приходят, не знаю почему, в восторг. Им это нравится, они сразу начинают улыбаться. Ты начинаешь задавать какую-то тему про школу, какие песни нравятся. А давай сыграем настольную игру в Монополию, в Мафию. Они сразу, да, наконец-то, да, да. Ну, очень хорошо, что вам удается их отвлечь от гаджетов. Вот мне интересно, вы по профессии психолог, возможно, или преподаватель, педагог? Кто? Не поверите. Программист. Программист. Как вдруг так оказалось, что вы стали детским аниматором? Как эти пути сошлись? Какой момент? Не знаю. Этот момент настал очень спонтанно. У меня знакомый, мой хороший близкий человек, начал работать в игровой комнате. И предложил мне, зная меня, те шутки, которые я мог, так сказать, выстреливать, находясь в компании. Он предложил, а ты попробуй. Ну и спустя два месяца я себя уже очень хорошо, здраво зарекомендовал. И после этого пошел тот толчок и отрыв, благодаря которому я до сих пор работал. Вы эту работу программиста бросили, несмотря на то, что сегодня она считается одной из самых оплачиваемых, самых престижных. Во-первых, после того, как я университет окончил, я в это не углублялся. Ну, было время, да, я где-то помогал программированию. Ну, я не знаю. Мне как-то дети ближе, я не знаю. За компьютером сидеть, нагрузка на глаза для меня, я не знаю. Не за компьютером посидеть, это я не знаю. Написать какой-нибудь там сценарий, посмотреть какие-то новые опыты для шоу науки. Себя немного развить в этом плане, посмотреть что-то новенькое, посмотреть те же видео на ютубе. Но программировать, я не знаю. Мне вот с детьми нравится находиться, они прикольные. Даниил, а вот расскажите еще такой момент. Детская анимация сегодня, вот как она развивается? Я так понимаю, что как раз-таки она находится на пике популярности. Потому что все больше открываются детских комнат. Вот вы чувствуете какую-то конкуренцию? Конкуренция есть, много комнат открывается. Но, как по мне, все зависит от человека, который будет работать в этой комнате. Чтобы работать с детьми, ты не должен работать по сценарию. То есть не идти по тем рамкам, которые тебе поставила комната. Ты должен работать душой. То есть ты можешь в определенное время отстраниться от сценария и, как бы, ловя их волну, их веселье, их позитив, делать абсолютно другие вещи, благодаря которым они просто приходят в такой яркий восторг, начинают веселиться, тусить, подпевать. Ну и многим детям сейчас нравятся комнаты в плане подростковых, где это полноценная дискотека, полная темнота, дым машины, лазеры. То есть они прям там отрываются и им нравится, когда взрослых нет, они не видят этот контроль, что взрослые смотрят на них пристально, так, что мой сын, моя дочь делает. И тогда они просто так веселятся, любят караоке, сейчас просто рвет все шаблоны, все тренды. Данил, ну вот я так понимаю с ваших слов, что технически анимация тоже развивается. Очень развивается. Сказали, есть дым машины, есть караоке, во всех комнатах, да, вот что еще можно там увидеть? Потому что, ну, мы-то уже, наверное, не попадем в детскую комнату. Ну, хотя многие взрослые, приходя в нашу комнату, в наш подростковый зал, спрашивают, а есть ли взрослый день рождения здесь организовать? И что, можно? Ну, бывали такие моменты, но как бы не сильно взрослые были люди, так сказать. Некоторые делают разделение, то есть у нас огромная комната и у нас два зала. Зал для малышей и зал для ребят, которым постарше. И некоторые взрослые берут, например, мы будем в подростковом зале тусить, у них там какое-то совещание может быть, какое-то мероприятие, у них свой ведущий. А детей развлекаем мы, например. И всем все нравится. Вы так предполагаете, что в скором времени во всех офисах обязательно будут появляться детские комнаты? Ну, это, наверное, удобно и практично. Не исключено, почему бы и нет. Ну, вы вообще уже видели такое? Потому что, ну, не знаю, есть проблемы все-таки с садиками, да, чтобы своего ребенка оставлять, будь то на полдня или на весь день. А так, придя на работу в свой офис, зная, что у тебя расположена просто детская комната, в которой те же развивательные игры, развивашки, учат алфавит, что-то лепят, ну, то есть моторику развивать. А вот я хотела как раз-таки уточнить, детские аниматоры, они занимаются тем, что помогают развиваться ребенку или это только игры? То есть вот, как вы сказали? Помогаем, помогаем, помогаем развиваться, конечно же. То есть решать какие-то задачки, да? Решать какие-то задачки. Что-то лепить, искусить. На анимации, как по мне, они учатся быть командой, быть дружными, соблюдать правила, не перегибать какую-то черту. И на анимации у нас, например, они показывают свои таланты и получают за это награды. То есть есть какое-то стремление. Есть и дети, которые расстраиваются и говорят, почему не дали подарок мне? Я говорю, ну давай, в следующий раз приди и покажи свой самый яркий какой-то номер, да такой, чтобы он понравился всем. И все, и потом приходит мать и говорит, вы не поверите, лягла в час ночи, потому что ей понравилась песенка, и она искала видео, как под эту песню можно потанцевать. То есть и родители тоже приобщаются к этому, и дети в том числе. Спасибо большое. Но давайте напомним всем, кто сегодня находится на Экстрим Крыме, что работает детская площадка, куда можно приводить своих детей. А я напомню свою очередь. У нас сегодня в гостях Даниил Жирков, детский аниматор. Сейчас новости интернета, а я в это время отправлюсь к своему коллеге. Пусть ваш день начнется с добрых дел. Ради спасения «Ласточки» сотрудники Мичуринской коммунальной службы не поленились пригнать к месту происшествия подъемный кран. Порой для спасения маленькой жизни нужно приложить действительно большие усилия. В селе Нижняя Татарка Ставропольского края на улицах образовались розовые ручьи. Однако романтичный цвет жидкости вовсе не радует местных жителей. От едкого запаха у них начались проблемы со здоровьем. Сообщается, что эти стоки может сбрасывать местный завод по производству полиэтиленовых пакетов. Самый экстремальный пляж в мире расположен в Маха, на острове Сан-Мартен. Люди приходят на него не для того, чтобы принять солнечные ванны, а для получения острых ощущений под крылом самолета. Из-за того, что взлетно-посадочная полоса примыкает к зоне отдыха, огромные боинги проносятся на высоте 10-20 метров от земли. Московские пожарные спасли хорька, застрявшего в балконной обшивке одной из многоэтажек. Зверек убежал от хозяйки и застрял на девятом этаже. Подоспевшим на помощь спасателям удалось не только вызволить животное, но и поиграть с беглецом. Дети грязи не боятся, они с удовольствием играют в ней. Ребята из Амурской области нашли новое для себя увлечение прыжки в канаву. Все лучше, чем в интернете сидеть, сошлись во мнении пользователей соцсетей. Американский ученый Грег Скомейл пережил несколько волнительных моментов. У побережья штата Массачусетс он исследовал жизнь обитателей морских глубин. Неожиданно из воды рядом с ним вынырнула белая акула и проверила на прочность платформу, на которой стоял мужчина. К счастью, все обошлось. Ученый не пострадал. Медицинское открытие, которое может изменить мир. Израильские ученые напечатали на 3D принтере точную копию человеческого сердца. Здесь есть кровеносные сосуды, камеры, желудочки. А главное, оно бьется. Специалисты считают, что в будущем это чудо прогресса может заменить донорский орган. Ну что же, несмотря на то, что утро началось у нас хмуро, как говорится, на границе тучи ходит хмуро, они по-прежнему окружают нас со всех сторон такими темными свинцовыми облаками. Но при этом сам пляж освещен фактически таким рассеянным солнцем, и это не пугает людей, они стягиваются сюда. Да, тихонько. Конечно, потому что здесь на самом деле такая атмосфера, что мне кажется, ничего не может помешать тому, чтобы прийти сюда и насладиться этим морем, насладиться этим видом. А вообще, давайте не забывать, что у природы нет плохой погоды. Она всегда радует, даже если это дождь с грозой. Ну и что? Ну ведь это наоборот освежает. Мы так давно мечтали о том, чтобы наконец-то жару сменила легкая прохлада. И вот наша мечта сбылась. Интересно, что же происходит сейчас в Симферополе? Какая там погода? Да, там сейчас Алиса, наш корреспондент. Алиса, доброе утро. Да, коллеги, сейчас в Симферополе стоит сухая, засушливая погода. На небе не облачко, а уже к моменту на сейчас температура термометра показывает 26 градусов. И температура будет расти. По своего пика на гости будет сейчас дня, когда будет 30 градусов. Но, как говорят синоптики, эта ситуация обманчивая. И как раз-таки это чистое и светлое небо затянется тучами. Потому что именно с сегодняшнего дня, со вторника, на Крым надвигаются грозы и ливни. Всему виной северо-восточный ветер, который принесет с собой и, соответственно, похолодание. Потому что температура пойдет на 3-4 градуса. И я всем советую, несмотря на то, что сейчас очень жарко и сухо, взять с собой зонтики. Потому что, как мы знаем, погода летом в Крыму меняется просто на протяжении каждой минуты. Несмотря на то, что обещают похолодание, температура воды пока что сохраняет 24 градуса. В основном в Черном море. Единственное, где холоднее, это у берегов Севастополя. Там она достигает 22 градусов. Ну что ж, может быть, это и к лучшему. Потому что как раз таки июль обычно, как говорит статистика, бьет рекорды температурные. И которые не всегда комфортны для человека. Потому что в 2007 году, например, в там же Джанкое, температура достигала 41 градуса, что побило мировой рекорд. И явно не очень хорошо сказывалось на местных жителях. Ну, видимо, это похолодание как раз таки немножко остудит температуру. Надеемся, что море как раз таки будет соблюдаться и оставаться теплым. И будем ждать, что будет происходить. Я пока передаю слово вам, коллеги. Салли, я вот абсолютно восхищаюсь современными технологиями. Потому что до чего же дошел прогресс. Вот буквально прошел дождь просто проливной. Все намокло, мебель была абсолютно мокрая. А сейчас уже сухая и в ней очень комфортно сидеть. Ну, я тебе открою тайну. Это все, конечно же, благодаря нашим операторам, которые пришли и тряпочкой протерли, прежде чем мы сюда сели. А мебель действительно очень хорошая, очень комфортная и быстро сохнет. Это мы, по крайней мере, проверили на себе, так сказать. И благодарим наших партнеров, фирму Favilla, за то, что они предоставили нам такие удобные сидения и столики. И главное, да, что они не намокают. Вот что вот самое важное. Ну, а сейчас, Саша, мне бы хотел еще сказать, что есть, напомнить вернее нашим зрителям, что есть наша страница в Инстаграм и ВКонтакте. Конечно же, утро нового дня. И мы призываем всех присылать нам фотографии или видео о том, как вы проводите это лето, где вы сейчас находитесь. Может быть, вы где-то рядом, недалеко от нас, на Экстрим Крыме. Может быть, вы путешествуете по нашему большому полуострову. А может быть, вы находитесь на работе. Не важно, мы ждем ваши фотографии и ваши впечатления. А прямо сейчас, да. Не только фотографии впечатлений, а еще и новости, которые мы потом разместим в нашей рубрике под названием «Крым онлайн». Самые актуальные новости интернет-крыма. Герои, как известно, встречаются не только на большом экране. Борец за справедливость решил помешать планам нарушителей правил дорожного движения. На этих кадрах водитель минивэна спокойно и размеренно переграждает дорогу смельчакам, решившим объехать пробку. Сокращая дистанцию, хитрецы не только проезжают без очереди, но и оставляют за собой облако пыли. С таким подходом к правосудию согласны не все. Дорога широкая, ничего не мешает идти в две полосы, пишут комментаторы. Другие, напротив, настаивают. Только так бороться с этой проблемой и можно. Впрочем, такая тенденция не нова, и порой приходится принимать самые радикальные решения. В этот раз водитель не выдержал и буквально выпихнул нарушителя с обочины на грунт. Поступок, конечно, смелый, но небезопасный. Порой лучше пропустить гонщика, чем остаться правым в кювете. Когда всю жизнь мечтал о кабриолете, окупил Жигули. На севастопольской трассе автомобилисты встретили необычную машину. Молодой человек превратил сторожилу советского автопрома в стильный и летний автомобиль с откидной крышей. Автолюбитель не просто дал вторую жизнь своему жеребцу, но и украсил его разнообразной атрибутикой настоящего любителя приключений. Пользователей мучает лишь один вопрос – а это точно безопасно? Тем временем на берегу Черного моря, вдали от суеты городских дорог, дела обстоят иначе. Кадры живописной бухты летней балаклавы набрали в сети много восторженных комментариев. Зелень холмов и синяя свежесть моря делают свое дело. Дополнительной зрелищности добавляют уютные, фактически игрушечные приморские домики у подножья горы. Ради живописного вида и красивой фотографии крымчане способны на многое, и даже высота в данном случае – не помеха. Лес возле Сиурейской крепости в это время года оживает, раскидываясь по горной местности зеленым ковром. Удержаться и не запечатлеть такое под силу не каждому, тем более, что с импровизированной платформой открывается настоящая панорама. Главное – крепко держаться руками и не смотреть вниз. А как вам такая смотровая площадка? Увидеть Крым с высоты птичьего полета – фантастика? Нет, реальность. Герои этого ролика поднялись в небо над полуостровом на воздушном шаре. Летающие корабли медленно и величественно движутся по невидимым путям, открывая для восторженного зрителя новый взгляд на родные места. Саша, слышал ты когда-нибудь голос моря? Знаешь ли, какое? Я слышал про это явление. Это действительно очень интересное явление, когда акустические волны низких частот распространяются в морской толщи перед сильными штормами. Кстати, оно было открытое явление. Это именно в Крыму, в Коцевеле, в штормовом бассейне изучалось активно. В общем, такой вот предсказатель бурь, можно сказать. Но на самом деле я имела кое-что другое. Это песенный конкурс «Голос моря», о котором прямо сейчас у нас пойдет речь. Я думаю, что я пойду к тому, кто этим вопросом более широко разведает и у него поинтересуется. Кто точно знает, какой он «Голос моря». Да, пойду и поговорю с ним. Все выясню. Ну, а я пока что напомню, что здесь работаем не только мы, а наши коллеги с «Радио моря». Они находятся недалеко от нас и вещают на своих волнах. Настраивайтесь, включайте. И я думаю, что много интересного оттуда вы тоже можете узнать. Ну, а гостем нашей студии является наш коллега Слава Анин, ведущий «Радио моря». И он наверняка знает про море очень и очень много. И поделится со мной этой полезной информацией. Доброе утро, коллега. Доброе утро всем. Ну, традиционный вопрос, как началось утро нового дня? Ну, в принципе, у нас оно начинается в 5 утра. Начинается с подъема раннего. Сразу нужно как-то набираться энергии от всего, что здесь находится. Атмосфера здесь действительно уникальная. Здесь сложно не начать утро позитивно. Море рядом. Когда ты в Симферополе, просыпаешься, подходы берешься до работы, здесь идти минут 15 от силы. И когда вот просто видишь море, а я в детстве жил рядом с морем, оно уже настолько приятно, настолько душевно. И мало кто может похвастаться, что вот мой рабочий день начинается с того, что я вышел на пляж, я там, может быть, наступил уже ногами чуть-чуть в морскую водичку. И хорошо. Иными словами, утро начинается с моря. Да, да. У меня начинается вдвойне с моря. С моря, которое там за нашими спинами, и море, которое мое родное радио. Насколько я понимаю, это уникальный для нас проект, когда море выехало на море. Да, по большому счету для нашей радиостанции это действительно уникальный, и в какой-то мере даже исторический проект, потому что нам сделали передвижную студию. Мы приехали из Симферополя сюда, в Оленевку, на мастер Ханкут, на фестиваль «Экстрим Крым». Мы поставили нашу передвижную студию прямо здесь, на территории. И мы, начиная с 7 утра, включаемся в Симферопольский эфир. До 11 утра мы вещаем отсюда. Все в привычном формате. Единственное, у нас больше гостей. Мы приглашаем гостей участников фестиваля, судей, инструкторов. Общаемся. Ну, а так стараемся держать прежнюю уже высокую марку. А часто ли вы во время эфиров слышите голос моря? Голос моря? Дело в том, что специфика радиостудии, она должна быть максимально звукоизолирована. Иногда мы открываем окошко чуть-чуть, чтобы услышать ветерок или, может быть, звуки происходящих вокруг соревнований. Но, понятное дело, это часто делать нельзя, потому что это все-таки звуковой шум, и допускать его в эфир часто нельзя. Но все же я имел кое-что другое в виду. А, голос моря, голос моря. Да, это наш тоже уникальный проект. В Крыму такого еще точно не было. Мы еще с весны запустился проект 18 марта, но готовился он, понятное дело, еще больше. Мы собрали крымских исполнителей. Причем мы вначале даже волновались, насколько качественным будет материал. Сможем ли бы набрать такое обилие крымских команд, исполнителей, потому что изначально в первом туре их было 50. Первая неделя мы свободно набрали необходимую пятерку. И тут вдруг понеслось, приходили новые заявки, причем настолько достойные ребята, я даже не представлял, что такие ощутимые таланты есть у нас на полуострове. Потому что я очень давно в музыкальном мире Крыма кручусь. Я знаю, что есть много, но со временем такое ощущение, что стало немножко увядать. Нет, я ошибаюсь. Не увядает музыкальное крымское движение. И в итоге у нас получилось собрать этот песенный конкурс «Голос моря» из 50 участников первого тура. Действительно достойные прошли дальше. К сожалению, по регламенту некоторые действительно достойные второго тура не смогли пройти, потому что было голосование среди экспертов и среди слушателей посредством смс-ок. То есть некоторые те команды, исполнители, музыканты, которые были действительно достойны второго тура, они, к сожалению, отсеялись, пропустив, может быть, чуть более сильных. Слав, а я вот знаю, что там совершенно разнообразие жанров было у вас. И приходили заявки против того, что ребята из армии присылали свои вопросы. Да, один из финалистов, да, Блажин, он находился на службе в то время, он прислал трек. По окончании, по-моему, первый тур только закончился, в него как раз был дембель, он вернулся домой, попал к нам в эфир. Во втором туре просто тоже было достаточно для нас уникальное мероприятие. Во втором туре исполнители уже не в записи звучали, они звучали вживую, то есть они свои песни исполняли живым голосом. И вот как раз тут можно было определить, кто там аппаратно, может быть, подтягивает свои вокальные данные, а кто действительно способен выдать драйв настоящий. Стилистически, да, мы вначале думали сделать исключительно в формате, то есть такое легкое танцевальное, диско, может быть, но были и более интересные, там поп-рок мы допустили к эфиру, мы допустили что-то около джазовое. У нас прошла в эфир команда, которая играет вот в стиле группы Чиж Компания, такой русский легкий блюз-рок. У нас появился такой мощный блюз-рок, такой вот в стиле там Зизи Топ, Стива Раевойна. То есть стилевое разнообразие получилось очень обширное. И более того, в финал... И даже какой-то хор принимал участие. Кто? Хор принимал участие. Присылали, присылали заявку, но, я кажется, они там на уровне второго тура отсеялись. Хотя вот есть команда Роу Бенц, но они так пожестче звучат по сравнению с остальными. И вот они тоже в финале. У нас осталось буквально полминуты. Я хочу вас попросить, чтобы вы рассказали, что же ждет победителя. Победителя ждет очень много. У нас 25-го заканчивается финал, у нас заканчивается голосование. И победитель получит съемку видеоклипа, он получит возможность записаться на профессиональной студии звукозаписи. Более того, естественно, он получит ротацию, постоянную ротацию на волнах радиоморья. И мы поможем в продвижении творчества победителя на русскоязычных радиостанциях как России, так и ближнего зарубежья. И множество прочих бонусов будет. И сразу могу уже такой подготовить сюрприз. Дополнительные еще сюрпризы приготовлены и для тех команд, которые просто, на наш взгляд, покажут себя самым достойным образом в финале. То есть не только главного победителя. Спасибо большое, Слава. У нас в гостях нашей студии Слава Анин, ведущая радиоморья. Но мы движемся дальше по волнам своего эфира, по волнам нашего телевизионного моря. И следующий сюжет для вас, дорогие крымчане. А я пока присоединюсь к своей соведущей. Маковей, сванг, гриор и вина эль кабра. Сыры, которые Татьяна производит исключительно для себя. Каждый сделан по особому, собственному рецепту. Каким он будет на вкус, нельзя определить заранее. Общая только основа – козье молоко. Эти сыры лежат с августа. Они сделаны абсолютно из одного и того же молока, но они абсолютно разные. Вот это, например, с вяльными томатами. Этот а-ля пармезан называется онтом, а это, конечно же, знаменитая голубая плесень. Одно и то же молоко, но разные условия сделали так, что вкус их отличается кардинально. Какой-то из них сладкий, какой-то из них горький, а некоторые имеют, наоборот, кисловатый оттенок. Все из-за того, что ухаживали по-разному. Чтобы сыр созрел, в камере хранения постоянно поддерживается температура 14 градусов. Любое изменение этих показателей меняет вкусовые качества. Здесь в основном твердые сорта. Мягкие же сыры с плесенью лучше получаются весной. Вот чуть-чуть влажнее хранится, здесь больше влажности. Все, лезет меньше соли. Посолила, меньше посолила. А то лезет зеленая плесень. Больше посолила, лезет белая плесень. То есть это только технологически. Не надо ничего особенного покупать, заносить в нее. Все есть в молоке. Все. Просто надо понимать, откуда оно там берется. Как создать условия для того, чтобы оно чувствовало себя прекрасно и победило все остальные. Если плесень постоянно счищает с головки, получится уже другой вид сыра. Один из немногих случаев, когда грибок работает на благо человека. Продукт нужно постоянно осматривать и переворачивать. Несозревший сыр может принять любую форму. Смазывается маслечком. Маслом или сывороткой. В зависимости от того, что ты хочешь. Они лежат, так зреют. Качото имеет твердую структуру и напоминает голландский. А это грюер. При нарезке крошится и похож на пармезан. Каждый раз продукт получается разным. Все зависит от воображения. Поэтому и название у сыра появляется практически само. Добавили сванскую зелень, значит сван. А если мак, то маковей. Это получается где-то 20 литров. А потом мы увидим, сколько из 20 литров получается. Все. Вот это вся история. Молоко греется при температуре 32 градуса. После чего добавляется растительный фермент. С каждой минутой жидкость становится все гуще. Не бойся, запускай руку. Но оно не противное, оно приятное. Вот попробуй. Да, бери, не бойся. То есть прошло буквально 10 минут. И он уже стал менее сладким, но более таким нежным. Из 20 литров молока за раз можно сделать около 5 видов сыра. Через день продукт по вкусу напоминает пресную брынзу и готов к употреблению. Но для того, чтобы он приобрел пикантную остроту, его сушат и отправляют в камеру хранения. Любовь к жизни, еде и в особенности к сыру заставили физико-ядерщика Татьяну завести козу. Теперь у женщины поголовье и 70 животных. А все гости имеют уникальную возможность попробовать авторский продукт из исключительно натуральных компонентов. Алиса Троян, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Ну, надо сказать, что Черное море иногда встречается в нем пластиковый мусор. А вот в странах Европы уже начали способ с этим бороться. И там из пластикового мусора делают ткани. А московские дизайнеры потом из этих тканей шьют купальники. Таким вот образом пластиковый мусор возвращается обратно в море уже на телах красавиц. Как интересно, потому что я очень тоже отношусь серьезно к вопросам экологии. Я считаю, что это правильное решение из пластика делать повторно какую-то одежду. Ну, а наша коллега Ольга Литвиненко более подробно расскажет о том, какие ткани предпочтительнее носить летом. Потому что это тоже очень серьезный и важный вопрос. И она даже даст свои рекомендации. Давайте послушаем. На улице лето, жаркую пору, тяжело переносить в городе. Кто-то работает, а кто-то просто прогуливается. Не быть утомленным солнцем поможет правильно подобранный гардероб. Все знают, что зной легче переносить в одежде из натуральных тканей. Жители экзотических стран давно приспособились к жаркому климату. Дизайнеры одежды взяли на вооружение их опыт. Мадрас и сирскакер сегодня на пике модных тенденций. Обе ткани родом из Индии. Мадрас – разноцветный материал, зачастую сшитый из лоскутов. А сирскакер – сжатый хлопок, традиционно окрашенный в пеструю полоску. Такие летящие воздушные ткани отлично помогают пережить жару. Летом мы рекомендуем носить только натуральные ткани. Мы заказываем в магазин свой только лен, хлопок, вискозу, потому что она дышащая ткань, и человек себя чувствует более комфортно. А синтетику мы исключительно не рекомендуем. Синтетику не уважает и велосипедист-любитель Иван. Он колесит по городу с утра до самого заката. Комфортно преодолевать дистанции ему помогают изделия из натурального волокна. Предпочитаю там на хлопок, но и синтетику на тело плохо реагирует. Разве что на хлопок, ну и какую-нибудь простую ткань. Мнение Ивана разделяет подавляющее большинство горожан. Хлопок. Самый экологичный, самый простой вариант, потому что в нем очень легко ходить. В нем меньше потеешь, и он всегда светлый. На ваше что? На мне сейчас, как он, трикотаж. Это я даже не знаю, как назвать. Ну, это явно не хлопок. Хлопок, лен. Ну, можно. То, чего сейчас нет, это штабель. Преимущественно катон, лен. Ну, синтетику, конечно, нежелательно. Жаркую, во-первых, не дышит тело. Из хлопка, конечно. Ну, или шелк натуральный, но это дорого сейчас. Однако, профессионалы придерживаются совсем другого мнения. Именно синтетика, как нельзя лучше, подходит для жаркого сезона и для активного отдыха, уверяют эксперты. Синтетика – это полиэстер. Свои преимущества он имеет в том, что он влаговыводящий, то есть отводит влагу. Когда человек потеет, когда человек потеет, да, полиэстер по составу, он быстро сохнет, не впитывает и не утяжеляет. Но при этом вам комфортно, вам сухо, вам легко. Более того, современная спортивная синтетическая одежда может даже охлаждать. Специальные волокна ткани обеспечивают хорошую вентиляцию. Так что сегодня есть выбор – этническая одежда из мадрасса или спортивная из полиэстера. Тут главное, чтобы было комфортно. Ольга Литвиненко, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ну, находясь здесь, нам, конечно же, Саше постоянно интересно. А что же там в Симферополе? Наши коллеги нас еще не забыли. Алиса Литвиненко вышла на улицы Крымской столицы и сейчас расскажет, что же там происходит. Доброе утро, Алиса! Да, бывают такие помехи со связью, когда технически не получается связаться с нашими коллегами. Но я думаю, что чуть позже у нас все-таки это получится, потому что мы видим, что уже распогодилось. И все идет в лучшую сторону, в любом случае. Все идет своим чередом. Своим чередом двигаются волны, своим чередом двигаются наши корреспонденты. А двигаются они, надо сказать, по всей площади нашего полуострова. И посещают даже самые таинственные, самые сокрытые места. В частности, вот Артем Андроновский, например, он посетил уникальное место. Место памятное, место с удивительной историей. И готов, дорогие друзья, с вами поделиться информацией. Вот я там никогда не была. Мне очень интересно, что же там интересного можно увидеть. Вот посмотрим сейчас внимательно. Чего в Крыму только нет. Памятники и исторические, и природные. Но, пожалуй, что одним из самых интересных являются пещерные города, которых особенно много в Бахчисарайском районе. Но перед тем, как спуститься вниз, а все хорошенько изучить, давайте поднимемся и посмотрим на картину в общем сверху. Добраться до пещерного города можно двумя путями. Подняться со стороны реки Кача, протекающей по долине у подножья горного массива, или спуститься сверху, пройдя сквозь действующий монастырский двор с кит цвету Анастасии. Здесь же можно подняться и на смотровую площадку, насладиться панорамой горной лесистой местности. Спуск средней сложности. Пройти вниз предстоит по двум сотням ступеней. Они выполнены из покрышек, залитых цементом. Хитроумно, конечно, но зато вполне себе удобно. Появление поселения связано с близким расположением соединяющего юго-запад и юг полуострова торгового пути, проходившего вдоль устья реки Кача. В некоторых пещерах была найдена характерная для оборонительных сооружений и крепостей рукотворная каменная кладка с использованием бревен. И вот нас встречает первая достопримечательность – церковь Святой Софии и сложный комплекс виноделий. Первый грот представляет собой сложную систему производственных помещений. В нем находилась яма для выжимки вина и более 50 комнат, вырезанных в камне. Сейчас облом назначений лишь косвенно напоминают вытесанные в известняке зерновые ямы. Раньше при помощи помостков и деревянных лестниц винодельни соединялись с мужскими общежитиями. До наших дней эти конструкции не сохранились. Третий грот образует комплекс из трех храмов и нескольких десятков технических сооружений. Но на данный момент кроме каменных стен ничего практически не осталось. Большую часть этих сооружений видны весьма условно. Местами сохранилась каменная окладка или вырезанные в известняке углубления и ниши. Также нередким украшением стен являются резные кресты. Ну вот и финальный пункт нашего путешествия. Четвертый храмовый грот – самый масштабный и самый фантастический. Именно здесь из тверги скалы бьет источник святой Анастасии, впоследствии образуя купель. Сейчас, в засушливое время года, купель обмельчала. Но это место все еще наполнено свежестью, прокладой и жизнью. Вокруг драгоценной в этих каменистых краях воды распустилась зелень вьюнов. То и дело прилетают на водопой птицы. Очень часто возле источника люди оставляют иконы или свечи. Нередко путники складывают руки в молитвенной просьбе. Это место потрясает не только своим масштабом, но и своим каменным, смиренным спокойствием. Здесь, среди птичьего пения, завывания ветра и отзвуков шагов путников, ты погружаешься в неведомый, сложный и неприступный, затерянный мир. Но все еще такой интересный и захватывающий. Артем Андроновский, Алексей Семенов. Утро нового дня. Доброе утро всем тем, кто встречает второй час информационно-развлекательного, шоу «Утро нового дня». И для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. А я напомню, что мы работаем сразу на два телеканала. Первый крымский и Крым 24. Поэтому у вас нет шанса пропустить наш эфир. И работаем мы до 11 часов дня. Все это время будем рассказывать о самых интересных новостях. И самых важных. Я бы сказал, начать надо с того, что наверняка каждый симферополец, да и не только, наверное, и гости столицы знают место под елочками. Конечно, под елочками это недалеко от ЖД вокзала. Именно там подбирают безбилетных пассажиров, недобросовестные водители. Эта проблема, кстати, очень актуальна сейчас для Крыма. И ею заинтересовался глава республики Сергей Аксенов. О том, насколько эта проблема масштабна, расскажет наш корреспондент Александр Федорчак в своем следующем сюжете. Здрасте. Возьмете да Красноярдейская? Вообще никак. Сейчас я понял. Автостанция курортная. Летом она особенно загружена. Водитель рейса Симферополь-Джанкой нас раскусил. Придумаем новую, более интересную легенду. Кто водитель автобуса? Я с утра был. Вы сможете мне досаг возьмете? Там просто в очереди такие, мне уехали бы побыстрее. Давай денежку. Сейчас, только я не один, товарищ. Одно место. Одно место только? А сколько у вас там? У нас трое. После обеда. А? У нас трое, просто как бы хотелось бы побыстрее уехать. Идите на Ким, на Жи Ким. Да, да. Там я заберу. Все, спасибо. Уезжать мы не стали, но к нам в редакцию неоднократно поступали ролики, на которых четко видно. Водители для безопасности направляют левых пассажиров на другую точку посадки. Желающих достаточно. Таким бизнесом занимаются не только на автостанции курортной. В Крымской столице работает сразу четыре автовокзала, откуда можно уехать в разные направления полуострова. И на каждом из них у водителей существует схема, куда отправлять пассажиров без билета. Вот, например, в 100 метрах отсюда автовокзал центральный. И зачастую пассажиров отправляют именно сюда, на остановку Гурзувская. И отсюда можно уехать как раз в разные направления полуострова. Например, Феодосию, Керчь и другие восточные регионы. Чтобы водители не попадались, место посадки без билетников часто меняют. В этом мы убедились лично. По улице Гурзувской быстрым шагом идет мужчина с пакетами в руках. Проходит мимо одной точки сборки, останавливается рядом с девушкой, где их встречает мужчина в белой рубашке и что-то им говорит. Спустя несколько минут подъезжает автобус, который забирает обоих пассажиров. Штрафы за такие способы заработать получают и водители, и хозяева фирм-перевозчиков. Правда, они своей вины в этом не видят. Страдают перевозчики больше не от того, что от штрафа у Крыма за транку. Перевозчики страдают от того, что переводится большое количество пассажиров без обелечивания, без билетов. Потому что эти деньги, к сожалению, как правило, оседают в карманах, скажем так, водителей. Сами же водители жалуются на предвзятое к ним отношение во время проверок. Задерживают рейсы, останавливают. Останавливают, как бандитов каких-то тормознули и начинают в таком духе. Пассажиры возмущаются. Автобус идет с опозданием. В мутных схемах никто из водителей не признается. С прессой говорят неохотно. Тем временем представители Министерства транспорта активно выходят в рейды. Специальная комиссия выявляет нелегальных перевозчиков на маршрутах и автостанциях. Они, к сожалению, работают весьма так масштабно и наносят ущерб как бюджету республики, так и тем перевозчикам, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Отправляется наш муниципальный автобус и перед ним уезжают два, так скажем, заказных, которые забирают основную группу лиц. На жесткий контроль взял этот вопрос глава Крыма Сергей Аксенов. Он поручил привести в чувство автомобильных перевозчиков и выписал профильному министру билет на войну. Александр Федорчак, Олег Бойко, Андрей Заричный, Иван Евдокимов. Новости 24. Ну, стоит отметить, что здесь на экстрим Крыме устанавливаются новые мировые рекорды. Житель Якутии Григорий Галеев опустился на глубину 42 метра. До этого рекорд составлял всего 30 метров. И вот мужчина, также стоит подчеркнуть, он перемещается на инвалидной коляске, потому что 5 лет назад получил серьезную травму. Но это не помешало ему здесь, на экстрим Крыме, установить рекорд. О большом подвиге маленького человека расскажет Александр Корнович в своем сюжете. На этих кадрах Григорий Галеев устанавливает новый рекорд – 42 метра под водой. Здесь инвалид-колясочник впервые за 5 лет сел на лестницу затонувшего судна. Покрутил штурвал корабля и доказал всему миру, что травма – не приговор. Я до травмы не делал таких погружений, которые делаю сейчас. Сейчас у меня еще более насыщенный такой интересный дайвинг. Поначалу на самом деле было немножко так страшно, некомфортно. Мы плывем, как бы все темнее и темнее становится, непонятно куда, ничего не видно. Все изменилось, когда стало видно дно. Бывший промышленный альпинист снова покоряет. Только больше не высоту, а глубину. Григория сопровождали два технических дайвера, специально ради этого прилетевшие из Израиля и Египта. Они познакомились год назад и уже тогда решили сделать невозможное. Корабль «Четвертый» называется, был найден недавно здесь, на этом побережье. Подготовили план погружения и вот осуществили этот проект. Вода ошибок не прощает. Все нюансы детально проработали заранее. Скорость погружения, оборудование, условные знаки. Просто берешь, смотришь на манометр. Вот, да. Вот 180 бар. Прекрасно все. Постоянное наблюдение за температурным режимом. 40 метров мутной воде – задача непростая даже для здоровых дайверов. Но и здесь Григорий смог удивить. Мы подготавливали, что мы его будем транспортировать, потому как там действительно иногда есть течение. А в данном случае Григорий насколько как бы вот был спокоен, что мы дали ему возможность перемещаться самостоятельно. В этот день у мыса Тарханкут погрузился и Николай Замковой. Неудачный прыжок с пирса приковал молодого парня к инвалидной коляске. Все изменилось, когда за 10 лет он впервые прикоснулся к морю. Спустя год раз за разом уверенно изучает подводный мир. Когда подводу ушел, то уже освоился и все, уже забываешь обо всем. И такое, не знаю, умиротворение, все проблемы остались тут. Но преодолеть эмоциональные преграды недостаточно. Есть еще и физические. Добираться до моря нужно по такой разбитой грунтовой дороге. Это все так, что подержаться сложно даже здоровому человеку. Обустроенного спуска к морю тоже нет. Но ради заветных минут без инвалидного кресла эти ребята терпят любые неудобства. С каждым особым дайвером работает сразу несколько инструкторов. Учитывают особенности травм, проходят спецобучение и следят за тем, чтобы каждый глоток воздуха на глубине был своевременный и безопасный. Александр Акарнович, Александр Смычек, Новости 24, Черноморский район. Саля, скажи, не скучаешь ли ты по поездам? Знаешь, я скучаю больше по той атмосфере, которая обычно складывается внутри поезда. Это, например, горячий чай в граненом стакане. Вот эти узкие полочки, на которые так сложно взбираться. Но если ты все-таки на них забрался, это такой подвиг, это такое достижение. По соседям, людям, которые вдруг к тебе становятся друзьями, они приходят, делятся с тобой колбаской, курочкой. И вы ведете какую-нибудь непринужденную беседу. Я тебе хочу сказать, что у тебя есть возможность это осуществить. И даже не дожидаясь, когда откроется железнодорожное сообщение у нас в Крыму. Дело все в том, что под Севастополем приприимчивые крымчане придумали оригинальный способ размещать туристов. Они взяли списанные вагоны Укрзавлазныти и организовали в них настоящее купе, где можно разместиться и переночевать. Стоимость такого места, одного койка места, 250 рублей. Это получается такой номер, да? Ну, по сути, да, на 4 тысячи человек. Но это, слушай, это интересно, это необычно. Ну, я поражаюсь тому, какая смекалка все-таки у наших граждан. Самое главное, что организаторы пообещали, что в вагоне будет работать климат-контроль, поэтому жарко не будет. Ну, это очень интересно, действительно. В общем, стартап такой себе необычный. Но на самом деле, в скором времени, как ты уже сказал, и в декабре действительно будет запущена железнодорожная часть Крымского моста. Но я хочу сказать, что Крымский мост вообще нам облегчил работу, проезд и движение. Но и не только он, а объездные дороги, которые появились вокруг Симферополя, они более подробно далее. Сотни легковых автомобилей, автобусы и транзитный транспорт. Вот так выглядят дороги в Симферополе в час пик. Водители и пассажиры по несколько часов стоят в пробке. А еще загазованность и продавленный асфальт. Многочисленные автотуристы добавили хлопот местным жителям. Ялта, Алушта, Севастополь, Западный Крым. Путь в эти курортные города лежит через крымскую столицу. Сколько максимум стояли в пробке? Вчера полтора часа стоял в Севастополе, ехал. Это ужасно. Долго приходится стоять? Долго, очень приходится часами стоять. Кошмар. Шок и ужасно. Очень увлекательное занятие. Наши пробки. Есть выход какой-то? У Дмитрия Иванова времени стоять в пробках нет. Даже сейчас из Николаевки спешит в аэропорт. Он выход для себя нашел. Альтернативный объезд. Объезжаю по просолочным дорогам, по селам, по улицам. Пытается кратить время? Ну, конечно. Где-то минут 20 точно. Юрий Леонидович, в Ялту и как можно быстрее. Сейчас же в пробке. Включайте навигатор. На время курортного сезона создали альтернативные пути проезда. И мы можем добраться без пробок. Хорошо. Возле трудового налево через село Строгановка можно съехать на Ялтинскую объездную. Тем, кто собирается в Черноморский район, повернуть придется направо. И уже оттуда ехать по проселочной дороге. Попасть в Евпаторию можно и от Белогорска. В ближайшие несколько месяцев эти пути помогут разгрузить Симферополь. В районе поселка Трудовое есть эти повороты. Есть отремонтированная дорога. Она не идеальная, но она более чем проходимая. То есть все-таки это асфальтовое покрытие. Соответствующие указатели. Часть уже установлена, часть доустанавливается. И самое главное, сервис Яндекс, сервис навигационный видит это как варианты альтернативного проезда. А для тех, кто не пользуется навигатором, в Министерстве курортов и туризма Крыма подготовили карты и схемы объезда. Совсем скоро их можно будет найти на любой заправке. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Саша, скажи, ты любишь танцевать? Вообще, как часто ты это делаешь? Очень люблю танцевать. Особенно старинные народные танцы. Можешь продемонстрировать. Я лучше сыграю как-нибудь себе. Хорошо. В музыке ты еще лучше разбираешься. Но я очень люблю танцевать. Но кто любит диджеить, это наш следующий год. Гость. И вот пританцовывая, я отправляюсь к нему. А я, дорогие друзья, напомню, что музыка и танцы – это те явления нашей жизни, которые повышают наш уровень гормонов счастья. Ведь действительно активная мышечная деятельность и, собственно, ритмические изменения плотности тканей наших организмов, они способствуют улучшению кровообращения, а, соответственно, и настроения, и уровню гормонов, как я сказал, тоже. Поэтому давайте послушаем, что же расскажет наш гость. И у нас в гостях Андрей Скрим, диджей, который точно знает толк в музыке и танцах о том, как себе поднять настроение. И какие сейчас новые тенденции в музыкальном мире. Я надеюсь, вы нам и поведаете. Здравствуйте. Приветствую вас. Так что, расскажите, что сейчас модно среди музыкантов? Может быть, слушать, а может быть, даже играть. Сейчас верх берет электронная музыка, насыщенная электронными басами. То есть бас-музыка, она доминирует сейчас в медленных стилях. Мне кажется, это не сейчас началось, это уже давненько. Да, очень все по спирали возвращается. Сейчас эта музыка обрела немного новое звучание, новый характер. Но, в общем, даже поп-звезды подмешивают побольше такого электронного баса в свои песни. Ну, а вообще, как вы относитесь к тому, что сейчас действительно, мне кажется, звезды немножко расслабились в этом плане. Они перестают выпускать новые песни-альбомы, а просто берут старые ремейки и переделывают их на новый лад. Ну, это тоже достаточно известный легкий жанр, легкий путь, по которому можно пойти, возродить какую-то хорошую песню. Придать ей новое значение за счет новых каких-то стилей, тенденций в музыке. Ну, новые песни тоже появляются, их просто нужно копать, чем диджей, собственно, и занимается, и рыскоем ищем. То есть днем вы занимаетесь тем, что вы ищете музыку, репертуар, который будет звучать ночью? Ну, как правило, так. Я бы даже сказал, зимой в ожидании лета. Вот эти вот грустные осенние дождливые вечера проходят обычно в поиске новых пластинок. Слушайте, ну а как же авторство? Ведь мы знаем, что, во-первых, нельзя воровать просто так музыку, это называется пиратство, и это карается законом. Согласен. Может быть, у нас это не так сильно и заметно, но вообще в целом так должно быть. Да, я музыку покупаю. Есть ресурсы, на которых музыка продается как на виниловых пластинках, так и в цифровом виде. Я в основном в таких сайтах и перебираю музыку себе, фонотеку ищу. Но плюс к тому я еще собираю виниловые пластинки, оригиналы. Поэтому мне, как человека, который занимается еще продюсированием, у меня есть свой музыкальный коллектив, мне эта тема очень близка и понятна. Я тоже за то, чтобы за музыку платили. Поэтому я как автор тоже поддерживаю авторов и покупаю музыку, плачу за нее. Расскажите нам, поведайте нам, потому что мы очень далеки от этого. Какие сегодня ценники на музыку? За сколько можно купить? За сколько продать? Что почем в общем? Вообще песня продается обычно в пределах доллар-полтора на мировом рынке. За одну песню? Это неизвестный исполнитель, наверное. Честно говоря, это вообще для прослушивания. То есть ты покупаешь себе для прослушивания. Вот момент использования ее на дискотеках очень размытый. В нашей стране пока это не карается законом. Нас не арестовывают за то, что ты сыграл какой-то ремикс или припев какой-то песни. Ну вот в целом можно на любой платформе купить альбом. Обычно это около 8 долларов. Ну и все. И тебе достается 7-8 треков. Либо покупается релиз. Я иногда делаю так. Я покупаю виниловую пластинку. Она когда ко мне приходит, я ее отцифровываю с проигрывателя винилового. У меня получается такое интересное теплое звучание. И в общем-то ее можно играть. Хорошо. Скажите, какая самая дорогая песня была в вашей карьере? И почему вы решили за нее переплатить? Ну, ценности, цена. Таких два разных понятия. Некоторые пластинки, которые я очень люблю, мне доставались там очень дешево. Я как-то копался в книжных рынках в Европе. Находил 7-дюймовую маленькую пластинку. Она стоила всего 50 евроцентов. И в общем-то, ну, это очень дешево. Но, тем не менее, она стала таким основой для моего выступления в моем репертуаре. Есть и пластинки, которые очень дорого стоят. Некоторые виниловые пластинки в моей фонотеке стоят там и по 100 евро, и дороже. Но, честно говоря, такую музыку, это специальные отдельные мероприятия, где люди там слушают фанк, джаз, хип-хоп музыку. Как правило, здесь, на Экстрим Крым, мы смешиваем разные стили. То есть у нас может звучать что-то там из русской, из 90-х, начала 2000-х. Хип-хоп, какой-то альтернативный трек. То есть мы делаем, устраиваем такую смесь, mash-up, смешиваем стили. И, в общем-то, от этого вроде и всем весело. Да, но я так понимаю, что тоже, как вы сказали, все циклично, и музыка 90-х повторяется. Мы на ней росли, поэтому мне это все очень близко. Но вот мне еще интересно, диджей сегодня – это официальная профессия или нет? Вообще, проигрыватель пластинок, на которых мы играем, вертушка техник 12.10, она уже давно признана музыкальным инструментом. То есть, по большому счету, человек, который виртуозно владеет диджейингом, его можно считать музыкантом. Это музыканты, конечно, сейчас нахмурятся так, типа, что диджей – музыкант. Но все у нас довольно-таки сильно развилось. У нас был конкурс диджеев на фестивале «Экстрим Крым». Отдельная была номинация «Пати киллер». Это для тех, кто качает вечеринки. Диджей играли по 15 минут свои сеты. Мы выбирали победителей. И была отдельная номинация «Скрэч», где диджей пилили пластинки, создавали из простых звуков, мелодий. И тоже выявляли победителей и умельцев в этом направлении. Кто победил? Победителями. У нас, кстати, повторилась история прошлого года. В битве диджеев на вечеринке у нас победил диджекей из Санкт-Петербурга Паша Бронкс. Второе место занял диджей из Нижнего Новгорода «Назин». Диджей Назин. В прошлом году точно так же распределились места, поэтому они увезли кубки в таком же порядке домой. Почему нет крымчан в этом списке? Не знаю. Хороший вопрос, кстати, к крымчанам. У нас, между прочим, в интернет-регистрации и отборе у нас крымчане были, но они почему-то не доехали. Мы приготовили отдельно проигрыватели «Пионер», потому что у нас все диджеи, за исключением крымчане, играют на пластинках. Вот было вроде несколько ребят, которые хотели поучаствовать, но просто не доехали. Поэтому некоторые приезжают, смотрят, пока не участвуют, присматриваются. Участвовали в прошлом году несколько ребят. Ну, я надеюсь, в следующем году у нас уже кто-то появится, кто поборется за победу. У нас такие диджеи в Крыму есть. Конечно, крымчане, подтягивайтесь. Ну, что это такое? Ну, и давайте напомним, что каждый вечер, пока идет «Экстрим Крым», здесь проходит дискотека. Начинается она с 10 до 3 часов ночи, да, я так понимаю. Абсолютно каждый может прийти и расслабиться, потому что все-таки танцы, они помогают, способствуют хорошему настроению. Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в гостях был Андрей Скрим, диджей. На этом мы с вами прощаемся. Сейчас предлагаем вам посмотреть новости интернета, а я же пока отправлюсь к своему коллеге Саше Ткачеву. Пусть ваш день начнется с добрых дел. Ради спасения «Ласточки» сотрудники Мичуринской коммунальной службы не поленились пригнать к месту происшествия подъемный кран. Порой для спасения маленькой жизни нужно приложить действительно большие усилия. В селе Нижняя Татарка Ставропольского края на улицах образовались розовые ручьи. Однако романтичный цвет жидкости вовсе не радует местных жителей. От едкого запаха у них начались проблемы со здоровьем. Сообщается, что эти стоки может сбрасывать местный завод по производству полиэтиленовых пакетов. Самый экстремальный пляж в мире расположен в Маха, на острове Сан-Мартен. Люди приходят на него не для того, чтобы принять солнечные ванны, а для получения острых ощущений под крылом самолета. Из-за того, что взлетно-посадочная полоса примыкает к зоне отдыха, огромные боинги проносятся на высоте 10-20 метров от земли. Московские пожарные спасли хорька, застрявшего в балконной обшивке одной из многоэтажек. Зверек убежал от хозяйки и застрял на девятом этаже. Подоспевшим на помощь спасателям удалось не только вызволить животное, но и поиграть с беглецом. Дети грязи не боятся. Они с удовольствием играют в ней. Ребята из Амурской области нашли новое для себя увлечение прыжки в канаву. Все лучше, чем в интернете сидеть, сошлись во мнении пользователей соцсетей. Американский ученый Грег Скомейл пережил несколько волнительных моментов. У побережья штата Массачусет он исследовал жизнь обитателей морских глубин. Неожиданно из воды рядом с ним вынырнула белая акула и проверила на прочность платформу, на которой стоял мужчина. К счастью, все обошлось. Ученый не пострадал. Медицинское открытие, которое может изменить мир. Израильские ученые напечатали на 3D принтере точную копию человеческого сердца. Здесь есть кровеносные сосуды, камеры, желудочки. А главное, оно бьется. Специалисты считают, что в будущем это чудо прогресса может заменить донорский орган. Дорогие друзья, а я еще раз хочу напомнить о том, что нужно быть очень внимательными на воде. Безопасность на воде – это очень важно. Вот буквально недавно, вчера, дельтопланилист упал в море в районе Алушты. Ну, благо, в селе Приветном. Ну, благо, все закончилось хорошо, его подобрали, и он в медицинской помощи не нуждался. Но такие случаи происходят не всегда. Иногда это может закончиться просто катастрофически. Поэтому осторожность на воде превыше всего. Да, но стоит отметить, что с начала года было 25 происшествий на воде. Но, конечно же, эта цифра не такая большая, она не такая пугающая. Но все равно, если подумать, что эти люди оказались в беде, им нужна была помощь, а помощь могла быть и не оказана. То есть это ваша жизнь. В первую очередь думайте об этом. Ну, сейчас давай к хорошему перейдем. Наш корреспондент Алиса Троян находится на улицах Симферополя и уже готова рассказать нам что-то интересное. Алиса, доброе утро. Дорогие коллеги, я нахожусь сейчас в Багаринском парке возле реки Салгиры и возле моста, который сейчас прямо в это время ремонтируют. Как бы там ни было, все-таки все взгляды симферопольцев и крымчан прикованы к этому ремонту. И, как говорят соцсети, некоторые им довольны, а некоторые очень переживают, что это осложняет им жизнь. Как нам сказали, что ремонт закончится 1 сентября для того, чтобы все дети имели возможность безопасно отправляться в школу по обновленной речке. Но что самое интересное, что 15 мостов, которые находятся на участке, которые ремонтируют, они будут отремонтированы каждый по своему особому рецепту. Так, например, круглые мостики будут знаменитые, они будут уложены мрамором, некоторые арочные, они будут как раз-таки обрамлены легкими железными конструкциями, а просто прямые мосты, некоторые будут забетонированы, а некоторые, естественно, вокруг них будет оградка чугунная, потому что это будет безопасно и тем более вес не будет мешать конструкции. Будем искренне ждать, что это все к 1 сентября закончится, потому что уже треть работ завершена, и мы с нетерпением наблюдаем. Как вы знаете, мы только вернулись из командировки, поэтому мы внимательно и тщательно следим за всем тем, что происходит в нашем городе. Я на этом заканчиваю, но еще скоро вернусь и расскажу, что еще нового я открыла в нашем с вами городе. А еще я недавно побывала у очень интересной женщины, которая очень любит жизнь, себя, сыры, и, возможно, заразит этой любовью именно вас. Ну, я знаю, что очень многие люди страдают в первую очередь из-за того, что ввели санкции и пропал, дескать, хороший сыр. Ты слышала об этом? Да, конечно же, это была нашей проблемой, но на самом деле наши люди могут справиться со всем, и, конечно же, научились готовить абсолютно разные сыры. Надо сыр с плесенью, будет и такой. Надо какой-нибудь сыр менее соленый, пожалуйста. В общем, выбрались из любой ситуации, санкции нам не страшны. Да, есть мастера на Руси на все, как говорится, руки. И о таком мастере сырных дел в следующем сюжете. Маковей, Сванг, Грюр и Вина Эль Кабра – сыры, которые Татьяна производит исключительно для себя. Каждый сделан по особому, собственному рецепту. Каким он будет на вкус, нельзя определить заранее. Общая только основа – козье молоко. Эти сыры лежат с августа. Они сделаны абсолютно из одного и того же молока, но они абсолютно разные. Вот это, например, с вяльными томатами. Этот а-ля пармезан называется онтом, а это, конечно же, знаменитая голубая плесень. Одно и то же молоко, но разные условия сделали так, что вкус их отличается кардинально. Какой-то из них сладкий, какой-то из них горький, а некоторые имеют, наоборот, кисловатый оттенок. Все из-за того, что ухаживали по-разному. Чтобы сыр созрел, в камере хранения постоянно поддерживается температура 14 градусов. Любое изменение этих показателей меняет вкусовые качества. Здесь в основном твердые сорта. Мягкие же сыры с плесенью лучше получаются весной. Вот чуть-чуть влажнее хранится, здесь больше влажности. Все, лезет меньше соли. Посолила, меньше посолила. А то лезет зеленая плесень. Больше посолила, лезет белая плесень. То есть это только технологически. Не надо ничего особенного покупать, заносить в нее. Все есть в молоке. Все. Просто надо понимать, откуда оно там берется. Как создать условия для того, чтобы оно чувствовало себя прекрасно и победило все остальные. Если плесень постоянно счищает с головки, получится уже другой вид сыра. Один из немногих случаев, когда грибок работает на благо человека. Продукт нужно постоянно осматривать и переворачивать. Несозревший сыр может принять любую форму. Смазывается маслечком и маслом, или сывороткой. В зависимости от того, что ты хочешь. Вот они лежат, так зреют. Качото. Имеет твердую структуру и напоминает голландский. А это грюер. При нарезке крошится и похож на пармезан. Каждый раз продукт получается разным. Все зависит от воображения. Поэтому и название у сыра появляется практически само. Добавили сванскую зелень, значит сван. А если мак, то маковей. Это получается где-то 20 литров. А потом мы увидим, сколько из 20 литров получается. Все. Вот это вся история. Молоко греется при температуре 32 градуса. После чего добавляется растительный фермент. С каждой минутой жидкость становится все гуще. Не бойся, запускай руку. Но оно не противное, оно приятное. Вот попробуй. Да, бери, не бойся. То есть прошло буквально 10 минут, да. И он уже стал менее сварки, но более таким нежным. Из 20 литров молока за раз можно сделать около 5 видов сыра. Через день продукт по вкусу напоминает пресную брынзу и готов к потреблению. Но для того, чтобы он приобрел пикантную остроту, его сушат и отправляют в камеру хранения. Любовь к жизни, еде и в особенности к сыру заставили физика-ядерщика Татьяну завести козу. Теперь у женщины поголовье из 70 животных. А все гости имеют уникальную возможность попробовать авторский продукт из исключительно натуральных компонентов. Алиса Трояна, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Ну вот сейчас, Саш, мы уже можем наблюдать картину, как немного народ стягивается, потому что погода улучшается, немножко даже начинает припекать. Мы видим, кто-то уже пришел на пляж, оживают площадки, люди играют в теннис, и у нас появляются свои зрители. Ну а в это время мы, как короли, восседаем на такой прекрасной мебели, которую предоставили наши партнеры, компания Favilla. Большое им за это спасибо. Большое спасибо, потому что я думаю, если бы они не предоставили нам эти кресла, я боюсь, что мы бы сидели в этих каяках. Возможно такое. Тоже неплохой вариант. Но я предлагаю для всех тех, кто хочет сесть в каяки или заняться другим видом спорта, узнать погоду, что же сегодня нам приготовила атмосфера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но наш корреспондент Ольга Литвиненко, она подготовила свои рекомендации о том, как быть на во всеоружии, как подготовить свое тело, чтобы оно чувствовало себя комфортно при жаре, и расскажет о том, какие же летние ткани рекомендуются носить. На улице лето, жаркую пору тяжело переносить в городе. Кто-то работает, а кто-то просто прогуливается. Не быть утомленным солнцем поможет правильно подобранный гардероб. Все знают, что зной легче переносить в одежде из натуральных тканей. Жители экзотических стран давно приспособились к жаркому климату. Дизайнеры одежды взяли на вооружение их опыт. Мадрас и сирскакер сегодня на пике модных тенденций. Обе ткани родом из Индии. Мадрас – разноцветный материал, зачастую сшитый из лоскутов. А сирскакер – сжатый хлопок, традиционно окрашенный в пеструю полоску. Такие летящие воздушные ткани отлично помогают пережить жару. Летом мы рекомендуем носить только натуральные ткани. Мы заказываем в магазин свой только лен, хлопок, вискозу, потому что она дышащая ткань, и человек себя чувствует более комфортно. А синтетику мы исключительно не рекомендуем. Синтетику не уважает и велосипедист-любитель Иван. Он колесит по городу с утра до самого заката. Комфортно преодолевать дистанции ему помогают изделия из натурального волокна. Предпочитаю там на хлопок, но и синтетику на тело плохо реагирует. Разве что на хлопок, ну и какую-нибудь простую ткань. Мнение Ивана разделяет подавляющее большинство горожан. Хлопок. Самый экологичный, самый простой вариант, потому что в нем очень легко ходить. В нем меньше потеешь, и он всегда светлый. На ваше сейчас что? На мне сейчас, как он, трикотаж. Это я даже не знаю, как назвать. Ну, это явно не хлопок. Хлопок, лен. Ну, можно. То, чего сейчас нет, это штапель. Преимущественно катон, лен. Ну, синтетику, конечно, нежелательно. Жаркую, во-первых, не дышит тело. Из хлопка, конечно. Ну, или шелк натуральный, но это дорого сейчас. Однако профессионалы придерживаются совсем другого мнения. Именно синтетика, как нельзя лучше, подходит для жаркого сезона и для активного отдыха, уверяют эксперты. Синтетика – это полиэстер. Свои преимущества он имеет в том, что он влаговыводящий, то есть отводит влагу. Когда человек потеет, когда человек потеет, да, полиэстер по составу, он быстро сохнет, не впитывает и не утяжеляет. Но при этом вам комфортно, вам сухо, вам легко. Более того, современная спортивная синтетическая одежда может даже охлаждать. Специальные волокна ткани обеспечивают хорошую вентиляцию. Так что сегодня есть выбор – этническая одежда из мадрасса или спортивная из полиэстера. Тут главное, чтобы было комфортно. Ольга Литвиненко, Алексей Семенов. Утро нового дня. Да, ну вот несмотря на то, что сегодня ожидается дождь, вообще в Крыму высокая пожароопасность, об этом предупреждают синоптики. И они просят не разводить костры, особенно не делать это в лесной чаще, где сейчас очень сухая подстилка и пожар может просто мгновенно разгореться. Я знаю человека, который умеет зажигать без огня. Настоящий танцор, который знает, как зажечь публику и самому, так сказать, согреться. Танцор диска? Абсолютно, ну почти, хип-хоп. Я к нему, собственно, и пойду, он наш гость. Ну, а я полностью согласна с тем, что танцами заниматься – это очень здорово, потому что сама 15 лет посвятила этому виду спорта, можно так сказать, и ни о чем не жалею. И, конечно же, всем родителям советую обязательно отправлять своих детей на кружки, и пусть они танцуют с удовольствием. Но более подробно об этом, я думаю, расскажет уже мой коллега Саша Ткачев и его гость, профессионал этого дела. Ну, а в гостях нашей студии Олег Лукашев – хип-хоп-дэнсер и организатор детского лагеря танцевального здесь, на Экстрим Крыме, в поселке Оленивка. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Ну, традиционный вопрос – как началось ваше утро нового дня? Мое утро началось с моря, я искупался в море с детьми, довольно прохладно, сначала был дождь, а сейчас пришел к вам в студию поговорить о танцах, поговорить в фестивале. Как вас? Прежде чем я начну вас расспрашивать про детей ваших, расскажите все-таки для тех, кто не посвящен, что такое именно хип-хоп-дэнс и чем он отличается от других видов танца? Хип-хоп-танца – это пати-дэнс, вечериночный танец, он был придуман в Америке на вечеринках в 80-х годах, где-то началось зарождаться, когда появилась хип-хоп-музыка в дискотеках. Все вместе танцевали примерно одинаковые движения, это заряжало всех, и после этого эти движения выносились на улицу на следующий день, там где-то кто-то их повторял, танцевал, тренировал. Вот потом ребята приходили опять снова в клуб и удивлялись своими вариациями разных движений. Вот. Чем отличается от других танцев? Тем, что это своеобразный кач, как сказать, он как бы идет от колен. Вот. И еще самое важное отличие хип-хоп-танцев в том, что в хип-хоп-танцах можно танцевать все стили. Это такое, как сказать, винегрет танцев. То есть можно и балет вставлять, и брейкдан вставлять, и какие-то старые стили, можно и ча-ча-ча где-то вставить. Но главное все положить на музыку хип-хопа. 98 BPM, главное в этом ритме двигаться. А как ты будешь двигаться, какие движения делать, это уже тебе решать. То есть вплоть до балета академического. Да, я вставляю некоторые вещи из балета, из вальса, из разных-разных танцев. Вдохновляюсь абсолютно разными стилями. И все-таки главным, получается, является музыка. И туда тоже вставляют отрывки классической музыки. Да, да. Не, музыка же как раз-таки хип-хоп-музыка, она тоже делается с сэмплом. То есть можно сэмплировать с абсолютно разной музыкой. Можно что-то взять из классики, что-то взять из рока. Но все равно скорость как бы остается одна и та же. Это 98 BPM. Вот. И ты как бы от музыки, конечно-таки, отталкиваешься. Но самое важное в хип-хоп-танцах, это, конечно, подача стиля и кач. Я предполагаю, что вот эти 98 ударов в минуту, они у вас в крови. Можете показать, как это выглядит? Как кач выглядит? В этом ритме? Да, в этом ритме я танцую, двигаюсь. Я танцую уже 20 лет. 20 лет вот недавно исполнилось. Танцую с детства, отдали на танцы. И как раз-таки отдали на хип-хоп, что было удивительно в то время. Вот. Это был хип-хоп такой взятый, движение взятый с клипа MC Hammer. Каким точно все помните, да? И оттуда много-много движений было взято. И я еще занимался гимнастикой. И там была у нас одна девушка, которая вела как бы хип-хоп-танцы. И с этого момента, с 99-го года, я полюбил эту скорость, полюбил эту музыку, полюбил одежду, культуру. И вот до сих пор занимаюсь, практикуюсь. То есть суммарно сколько лет уже? Я говорю, 20 лет, да, 20 лет я там все. А вам сколько, если я не секрет? 25. Меня с 5,5 отдали на танцы. Вообще, меня дали на гимнастику спортивную. И там был как бы отделение, кружок, там преподавали и танцы еще. И вот это был, скорее-таки, вот такой хип-хоп. И теперь вы преподаете, соответственно, своим детям уже? Да, все верно. У меня своя школа танцев в Симферополе. Называется Soul Power Dance Room. Там преподаются разные стили, не только хип-хоп. Хип-хоп, дэнс-холл, брэк-данс. Все популярные сейчас уличные танцы, грубо говоря. Расскажите, пожалуйста, собственно, вы организовали здесь детский лагерь танцевальный. И она понимает, что он не только из крымских детей собран, но еще и из, так сказать, континентальных. Расскажите про его. У меня есть друг Атажан, который живет в городе Иваново. Он здесь судил. Он судил когда-то в 16-м году. В этом году он тоже судил хип-хоп, хаус, дэнс. Как-то мы с ним собрались, и я ему предложил сделать здесь танцевальный лагерь. Совместить две школы, и чтобы на Экстрим Крыме мы после Экстрим Крыма и во время Экстрим Крыма провели танцевальные сборы, грубо говоря. Приехало достаточно большое количество людей, нас 40 человек. Мы каждые по три мастер-класса ходим на море, путешествуем по мысу Тарханхуд. Все проходит очень классно, детям все нравится. Как бы, все круто. А сколько человек? 40, 40 человек. И как вы справляетесь один, или у вас есть помощь? Нет, у нас есть, конечно, три вожата, есть двое ответственных. Есть еще родители, которые приехали с Иваново, которые помогают нам следить за ними. На самом деле все хорошо, они из-за того, что целыми днями танцуют, тренируются, очень плотный график, у них нету сил прям куда-то разбегаться и кого-то доставать, там что-то как-то неправильно что-то делать, поэтому сил хватает, людей, кто сидит за ними хватает, все классно. То есть получается, что по вашим словам, танцы дисциплинируют? Конечно, когда ты танцуешь по 6 часов за день, то как будто ты вечером только и думаешь, как лечь на подушку и заснуть. Еще еда. Обязательно нужно поесть. Конечно. Но вот, допустим, какие еще качества можно воспитать в человеке, не заставив его, не заставив, скажем, приучив его к любви, к танцам? Да все качества. От дисциплины до общения с детьми, до общения со взрослыми, там, не знаю, любовь, трудолюбие, все это танцы, это не только... Танцы можно отнести к спорту, да, подготовка, отработка и так далее и тому подобное, но это все-таки творчество. А когда ты связан с творчеством, тогда ты, грубо говоря, тебе приходится влазить в разные аспекты жизненные, которые тебя заставят научиться чему-либо. Потому что, когда ты танцуешь, допустим, тебя куда-то приглашают, да, тебя приглашают на фестиваль, какой-то в Сибирь, допустим, в Томск. Чтобы договориться, нужно уметь общаться, быть человеком, да, то есть тебе приводят. Потом нужно, там нужно проявлять отличные качества педагога, ты должен уметь общаться с детьми, уметь доносить информацию. Опять же, там же может быть разная форс-мажорная ситуация, тебя могли встретить, не встретить, ты мог бы... Ты можешь сидеть в аэропорту и не понимать, что происходит, но, опять же таки, нельзя срываться. То есть это выдержка. И иногда бывает такое, что организаторы, когда делают фестиваль, они тебе, ну, целый день там, допустим, не уделяют внимания, не кормят и так далее. То есть это все закаляет дух, абсолютно все. Даже здесь проводиться, ну, жить неделю, это как бы испытание не из легких. Спартанские условия? Да, спартанские условия. Нет, здесь все классно, экстрим-крым отлично, площадка хорошая, но дело в том, что село-то находится, Оленевка, Оленевка, чуть дальше, да, и с детьми путешествовать с утра домой, как бы не так уж и просто. Вот, и потом приходить обратно сюда, туда-сюда, они, конечно, еще если 40-гранусная жара, 35, это все закаляет дух и затрагивает любую, абсолютно, какого бы вы не подсказали бы, жизнь, ну, род деятельности. Или какие-то чувства, все танцы затрагивают любое. Скажите, а вот для, конкретно говоря, хип-коп-танцах, ну, нужна какая-то специальная подготовка спортивная или... Конечно, физика всегда нужна, нужно заниматься физкультурой, конечно, нужно подкачиваться, пресс, приседания, подтягивания, брусья, отжимания. И, ну, не нужно прям ходить в зал, там, тягать железо, этого не нужно, но нужна спортивная подготовка, конечно, нужно уметь прыгать выше, бегать дальше и так далее и тому подобное. Такой же принцип. Но это просто, это будет не основное. В танцах это не основное, но это обязательно нужно, смотря какие-то цели ставишь. Если ты ставишь себе цель просто научиться танцевать для того, чтобы приходить на дискотеку и чувствовать себя комфортно, тогда, в принципе, физика не нужна. Но если ты хочешь выигрывать, побеждать, выходить на мировой уровень, физика очень важна, как в любом другом спорте, в любом другой роду деятельности. Ну вот, грубо говоря, день наверняка начинается у ваших детей с разминки. Что входит в эту разминку? Начиная от головы, заканчивая пяток. Сначала разминается голова, потом разминаются плечи, руки, грудь, таз, колени, ступни. Немножко растягиваются, немножко подтягиваются, где-то может быть планочка. Вот и все, в принципе, тело готово к танцу. К танцу. У нас осталась буквально минута. Я попрошу вас обратиться к крымчанам и еще раз рассказать, как здорово здесь на Экстрим Крыме. И как это способствует творчеству? Ребят, приезжайте сюда. Здесь классный народ, классные люди, очень кайфовое море, отличное побережье. Как оно влияет на творчество? Да просто, когда ты видишь хороших, добрых людей вокруг себя на протяжении недели, ты заряжаешься этим, этой атмосферой на целый год вперед. Приезжайте сюда. Я думаю, всем вам здесь понравится. Здесь вкусная еда, здесь хорошее теплое море. Хорошие люди и много-много классных танцев. Приезжайте. Большое вам спасибо. А я напоминаю, что в гостях в студии Олег Лукашев, организатор детского лагеря танца на Экстрим Крыме. Мы двигаемся дальше, далее Крым Онлайн. А я пока вернусь к своей ведущей. Герои, как известно, встречаются не только на большом экране. Борец за справедливость решил помешать планам нарушителей правил дорожного движения. На этих кадрах водитель минивэна спокойно и размеренно переграждает дорогу смельчакам, решившим объехать пробку. Сокращая дистанцию, хитрецы не только проезжают без очереди, но и оставляют за собой облако пыли. С таким подходом к правосудию согласны не все. Дорога широкая, ничего не мешает идти в две полосы, пишут комментаторы. Другие, напротив, настаивают. Только так бороться с этой проблемой и можно. Впрочем, такая тенденция не нова, и порой приходится принимать самые радикальные решения. В этот раз водитель не выдержал и буквально выпихнул нарушителя с обочины на грунт. Поступок, конечно, смелый, но небезопасный. Порой лучше пропустить гонщика, чем остаться правым в кювете. Когда всю жизнь мечтал о кабриолете, окупил «Жигули». На севастопольской трассе автомобилисты встретили необычную машину. Молодой человек превратил сторожилу советского автопрома в стильный и летний автомобиль с откидной крышей. Автолюбитель не просто дал вторую жизнь своему жеребцу, но и украсил его разнообразной атрибутикой настоящего любителя приключений. Пользователей мучает лишь один вопрос – а это точно безопасно? Тем временем на берегу Черного моря, вдали от суеты городских дорог, дела обстоят иначе. Кадры живописной бухты летней балаклавы набрали в сети много восторженных комментариев. Зелень холмов и синяя свежесть моря делают свое дело. Дополнительной зрелищности добавляют уютные, фактически игрушечные, приморские домики у подножья горы. Ради живописного вида и красивой фотографии крымчане способны на многое, и даже высота в данном случае – не помеха. Лес возле Сиурейской крепости в это время года оживает, раскидываясь по горной местности зеленым ковром. Удержаться и не запечатлеть такое под силу не каждому, тем более, что с импровизированной платформой открывается настоящая панорама. Главное – крепко держаться руками и не смотреть вниз. А как вам такая смотровая площадка? Увидеть Крым с высоты птичьего полета – фантастика? Нет, реальность. Герои этого ролика поднялись в небо над полуостровом на воздушном шаре. Летающие корабли медленно и величественно движутся по невидимым путям, открывая для восторженного зрителя новый взгляд на родные места. Ну а мы возвращаемся к Симферополю. Есть у нас и оттуда новости. Вот стало известно, что за последние пять лет было демонтировано более пяти тысяч рекламных конструкций, которые, ну, правда, мешают нашему городу. Из-за этого он выглядит не очень презентабельно. Сейчас, на данный момент, осталось всего 600 конструкций. Стоит отметить, что они принесут 100 миллионов рублей бюджету нашей республики. Ну и, к слову, надо добавить, что уже просто говорят об этом абсолютно все, что в центре в Симферополе будет введен так называемый дизайн-код. То есть те правила, по которым будет размещаться реклама на фасадах исторических зданий. Вероятно, это тоже украсит и центр и, собственно говоря, создаст славу нашему славному Симферополю. Ну я бы сделала вообще их все в одном стиле. Мне кажется, тогда было бы это очень изящно и очень красиво. Ну а вообще сейчас в Симферополе находится и наш корреспондент Алиса Троян. Вот интересно узнать, что же ей удалось разузнать, какие новости у нее. Да, коллеги, в Симферополе по-настоящему жарко. Даже не верится, что совсем скоро эта ситуация изменится. И тем не менее, несмотря на прогнозируемые дожди и ливни, МЧС предупреждает, что сейчас с 22 по 25 число сохраняется высокая пожароопасность Крым. Поэтому запрещено разводить костры на открытых местах, сжечь траву и, конечно же, бросать горящие предметы куда-либо. Также сейчас хочется отметить, что наверняка в это время года лучше всего восполнять свой водный баланс. Но при этом поступила очень хорошая новость, что оказывается 25% питьевой воды на российских полках является фальсификатом. В основном подделывают кавказские минеральные воды, поэтому будьте внимательны. Затем скоро Роспотребнадзор собирается маркировать эту продукцию для того, чтобы избежать как раз-таки подделок. Ну а я вам советую пользоваться кипячением, родниками и, конечно же, какими-то старыми методами, которые помогут вам не только сэкономить, но еще и остаться здоровыми. На этом я заканчиваю, передаю слово своим коллегам. Буду надеяться, что погода так и останется теплой, что дожди, наоборот, принесут желанную прохладу и не оврачат никак наши наступающие выходные и наши плета. Саля, а ты знаешь, что все-таки чудовища существуют? Чудовища существуют? Где они? Покажи мне. Кстати говоря, не исключено, что в Черном море. Дело все в том, что вот в этот день, 22 июня, правда, почти 20 лет назад, в 2002 году, нашли огромного морского кальмара, который весил 4 тонны. И вот интересно, может быть, в Черном море тоже живут такие чудовища? Такие кальмары. Если бы его выбросило, мне кажется, мы бы здесь устроили просто пир на весь мир, приготовили бы кальмары и чудовища бы больше не было. Ну, кстати, известно же, что там в районе Карадага обитает Блэкки, так называемая чудовище. Нет, о нем не знала. Да, тут поговаривают, что есть в Черном море чудовище, которое живет в районе Карадага, и живет в пещерах там внутри этого вулкана. И выплывает иногда его грозная шея, и огромные зубы пугают туристов. Правильно, пусть туристы боятся. Вот не надо заплывать далеко. Да, вот это абсолютно верно. Безопасность на воде, еще раз подчеркнем, это очень и очень важно. Принципиально важно, я бы даже сказала. Вот сколько всяких, всяких удивительных вещей. Интересных вещей. Это правда. Да, не только можно здесь увидеть чудовище, если вы увидите, напомню, присылайте к нам на страницу в Инстаграм. Ну, а также здесь можно увидеть или, например, отправиться в путешествие на Кочекальон, как это сделал наш коллега Артем Андроновский. И вот уже сейчас мы увидим, как ему удалось провести свой досуг. Чего в Крыму только нет. Памятники и исторические, и природные. Но, пожалуй, что одними из самых интересных являются пещерные города, которых особенно много в Бахчисарайском районе. Но перед тем, как спуститься вниз, а все хорошенько изучить, давайте поднимемся и посмотрим на картину в общем сверху. Добраться до пещерного города можно двумя путями. Подняться со стороны реки Кача, протекающей по долине у подножья горного массива, или спуститься сверху, пройдя сквозь действующий монастырский двор, скид святой Анастасии. Здесь же можно подняться и на смотровую площадку, насолодиться панорамой горно-лесистой местности. Спуск средней сложности. Пройти вниз предстоит по двум сотням ступеней. Они выполнены из покрышек, залитых цементом. Китроумно, конечно, но зато вполне себе удобно. Появление поселения связано с близким расположением соединяющего юго-запад и юг полуострова торгового пути, проходившего вдоль устье реки Кача. В некоторых пещерах была найдена характерная для оборонительных сооружений и крепостей рукотворная каменная кладка с использованием бревен. И вот нас встречает первая достопримечательность. Церковь Святой Софии и сложный комплекс виноделий. Первый грот представляет собой сложную систему производственных помещений. В нем находилась яма для выжимки вина и более 50 комнат, вырезанных в камне. Сейчас облом назначений лишь косвенно напоминают вытесанные в известняке зерновые ямы. Раньше при помощи помостков и деревянных лестниц винодельни соединялись с мужскими общежитиями. До наших дней эти конструкции не сохранились. Третий грот образует комплекс из трех храмов и нескольких десятков технических сооружений. Но на данный момент, кроме каменных стен, ничего практически не осталось. Большую часть этих сооружений видны весьма условно. Местами сохранилась каменная окладка или вырезанные в известняке углубления и ниши. Также нередким украшением стен являются резные кресты. Ну вот и финальный пункт нашего путешествия. Четвертый храмовый грот. Самый масштабный и самый фантастический. Именно здесь из тверги скалы бьет источник Святой Анастасии, впоследствии образуя купель. Сейчас, в засушливое время года, купель обмельчала. Но это место все еще наполнено свежестью, прокладой и жизнью. Вокруг драгоценной в этих каменистых краях воды распустилась зелень вьюнов. То и дело прилетают на водопой птицы. Очень часто возле источника люди оставляют иконы или свечи. Нередко путники складывают руки в молитвенной просьбе. Это место потрясает не только своим масштабом, но и своим каменным, смиренным спокойствием. Здесь, среди птичьего пения, завывания ветра и отзвуков шагов путников, ты погружаешься в неведомый, сложный и неприступный затерянный мир. Но все еще такой интересный и захватывающий. Артем Андроновский, Алексей Семенов. Утро нового дня. Дорогие друзья, время нашего общения с вами, к сожалению, подошло к концу, но мы не прощаемся, потому что завтра уже совсем скоро вновь увидимся с вами. Но самое главное, что мы тучи для вас руками развели, солнечные лучи вам посылаем и, конечно же, надеемся, что это утро у вас стало самым лучшим. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!